Так, ну что, раз уже пошла запись, я приветствую вас, дорогие коллеги, дорогие друзья, на нашу последнюю секцию сегодня, секция номер 7, Narrative Method. Первым выступает Денис Лорионов. Денис является исследователем русской литературы и визуальных искусств, преподаватель кафедры новейшей русской литературы РГГУ, редактор художественной литературы издательского дома «Новое литературное обозрение». Он также заканчивает диссертацию о классиках неподцензурной литературы Евгения Харитонова и Павле Улитине как представителях «Mine Literature» и публикуется как литературный критик и поэт, автор двух поэтических сборников. Сфера профессиональных интересов – советская официальная и неподцензурная литература, современная литература, история и теория кино и современного искусства, ну и то, что меня очень сильно интересует – гендерная теория и queer studies. Тема сегодняшнего доклада – границы экранизации о литературных первоисточниках киноуниверсума Муратовой. Денис, я передаю вам слово. – Большое спасибо, Ирина, и большое спасибо за приглашение на эту замечательную конференцию, которую уже вторые выходные я с удовольствием слушаю, и в Zoom, и на YouTube. И когда два года назад Ирина Шурцкая предложила мне участвовать в этой конференции, у меня сложилось сразу какое-то представление, о чем говорить. Но за это время, за время пандемии и отодвигания времени конференции, я все меньше и меньше стал понимать, как можно синхронизировать литературу и Муратову со стороны литературоведения. И, в общем, и сам потерял какую-то литературоведческую, интерес к литературоведению. И в некотором роде сегодня это как бы такие заметки для меня о том, как можно говорить, с одной стороны, о литературе в кино, на языке экранизации, и, конечно, о Муратове. Ну, я, пожалуй, начну. Проблема отношения литературы, литературного текста, сценария и кинематографа появляется практически сразу с рождением этого технического средства, и по сей день остается важной теоретической проблемой. Ко времени выхода первых фильмов Муратовой, я имею в виду короткие встречи и долгие поводы, в киноведении того времени и кинокритике, конечно, не обязательно советской, сформировалось некоторое представление о месте и специфике переноса литературных текстов в кинематограф и экранизации, будем называть так. Ну, сегодня, как бы, если так очень коротко об этом сказать, то чаще всего осмысляется сегодня это в терминах перевода. Здесь я сошлюсь на переводах в смысле Вальтера Бедемина, которого используют в своих работах такие достаточно разные отечественные русскоязычные исследователи, как Михаил Ямпольский и Олег Ирансон, говоря о экранизации и говоря о ремейке. Или, например, более такой индустриальный подход канадской исследовательницы Линды Хач, которая написала целую книгу об этом, называет адаптацией. Подробно рассматривая не только принципы, суть переноса и экранизации различных выразительных средств, но и социокультурные, рецептивные и другие особенности экранизации или адаптации. Я хотел бы начать разговор, бросить в игру давний текст Андре Базена, классический текст, который довольно красноречивым названием «За нечистое кино или в защиту экранизации», как он звучит по-русски. Он, собственно говоря, написан в начале 50-х и тогда же опубликован в Крюдо Синема. И мне кажется, обращение к этому тексту принципиально, потому что Базен в ней подводит определенный итог экранизации первой половины 20-го века и намечает то, какой должна быть экранизация в дальнейшем. И это, собственно говоря, совпадает с тем, что с приходом неореализма, конечно, который очень честно вспоминает различных новых фолн, главным образом французской, к которой он имеет самое непосредственное отношение. И вот, собственно, можно обратиться к более позднему тексту. Это второй том работы Жиля Деллеза «Кино», который начинается с цитаты из Базена, правда, из другой статьи, где, собственно говоря, именно с нейоризма подчеркивает возникновение нового оптико-звукового образа, образа действия, отличающегося от логики раннего кинематографа, который еще находился в орбите притяжения старых медиумов, живописи, литературы, театра. То есть подражая ему, конгрессируя его и так далее. И здесь я хотел бы опираться на высказывание Олега Рансона, который говорит, что экранизация становится обсуждаемой проблемой тогда, когда возникает ситуация полноты и даже избыточности кинематографических средств. На мой взгляд, это совпадает как раз с этим периодом, с еще одной статьей, рожденной в рамках новой волны, статьей «Одна тенденция атерского кино», которую написал Трансу Атери Фо. Собственно говоря, в некотором роде это одно и то же время. Ну, давая краткую классификацию экранизаций, уже ему известных на тот момент, Базен как бы расчерчивает то, что они могут использовать интригу, персонажей или так называемую поэтическую атмосферу. Это он говорит о французском кинематографе, а в первом случае, видимо, об американском нуаре, принципиальном для новой волны. И там попоминает Робера Брессона, скорее сочувственно, чем как-то с интересом. Он подчеркивает то, что в экранизации есть такая проблема, что мы не можем рассматривать, по его мнению, искусство, развивающее одинаковым образом кинематограф и искусство, родившееся в социальных условиях, отличающихся от условий существования искусств с установившимися традициями. Но тут как бы в некотором смысле мелькает тень Вальтера Бенемина, как автора работы произведения искусства в эпоху технической воспроизводимости, хотя Базен на него не ссылается. И здесь можно как бы вспомнить о том, что вторая книга Де Лёза о кинематографе, собственно, начинается с упоминания нейроэоризма. Именно в послевоенном кинематографе возникает новая синхронизация различных элементов кино, в том числе сценария, в том числе литературные. И обнажается то, что Олег Арансон в одной из своих статей, посвященных экранизации, называет социальным опытом, который в случае экранизации, по мнению Арансона, более значим, чем истинная оригинала, так или иначе давлеющая над кинематографической экранизацией. Вот эти две важных пункта, то, что называется истинная оригинала. Ну, очевидно, что экранизация, ссылаясь на Базена, достаточно сильно смещает первоисточник, но и сама литература, и это тоже важный момент для послевоенном кино, оказывается для кинематографа своего рода мифом, в скобках, в кавычках, или поставщиком латентных смыслов, которые трудно вербализовать или даже показать. Но можно ощутить или проанализировать на уровне аффектов, и чья интенсивность ложится на инфраструктуру. Это цитаты из Базена, цирка, ярмарочных балаганов и мюзик-холла, давших кинематографу, в частности, первым комическим фильмам, специфическую технику и исполнителей. Конец цитаты. И на все более усложняющие принципы устройства кинематографического аппарата. Здесь уместно привести примеров, два разных достаточно примера, которые в одинаково и мере важны для Муратовой, как я понимаю. Первый важен биографически. Это, собственно, кинематографическая практика ФЭКС, фабрики эксцентрического актера, в том числе, в котором тщательно тренируемый эксцентризм, направленный на деавтоматизацию актерского поведения, на высвобождение городской, даже площадной стихии в пику литературным образцам, литературно-каноническим образцам. Можно вспомнить, конечно, такую, как бы, в этом смысле парадоксальную и последовательную их сотрудничество и их дружбу с Юрием Николаевичем Тиньяновым. Одним из последовательных сторонников утеснения литературных приемов и литературы из кинематографа, наряду, например, с Жанном Эпштейном. И в то же время, парадоксальным образом, автором сценария фильма «Козинцева и Тауэльберг Шинель», как известно. Здесь, говоря о биографизме, можно вспомнить, что именно ФЭКС начинал свою творческую деятельность или карьеру Сергей Герасимов. Человек, которого Муратова считала своим учителем, который научил ее работать с актерами и много чего еще. И, собственно говоря, практически в каждом интервью ее эта фамилия возникает. А, с другой стороны, здесь снова опираясь на Базена и возвращаясь к неореализму, можно вспомнить фильм «Пайза» Роберто Расселине. Вообще намеки, цитаты в разных фильмах Муратовой, связанные с неореализмом, довольно частотные. Они могут быть вполне неощутимы и серьезны, как в ранних фильмах, так и иронические, сардонические даже. Например, как в фильме «Настройщик», когда Лина и Андрей говорят, что где-то там в Средневековье некая женщина переоделась и стала папой римским. Получается, что она как бы мама Роба, с намеком на Пазолин. И некоторые эпизоды которого, по словам Андреа Базена, гораздо больше обязаны Хемингуэю, здесь он упоминает эпизод на болотах, нежели сама экранизация Хемингуэя, выполненная Сэмом Вудом. Имеется в виду роман, как он звонит колокол об испанской революции, своему первоисточнику. Это, конечно, вопрос дискуссионный, и стоит, может быть, Базена не вполне прав. Но сама эта установка на то, что в фильме существует некий фантомный литературный источник, очень важен, который в рамках для меня важен, и Базена об этом говорит достаточно откровенно. И на других примерах тоже. Но я остановлюсь только на этом примере. И в этом смысле какие-то предварительные соображения, что же, как можно говорить о литературе и кино, мне представляется, чтобы в дальнейшем продолжить разговор о Мурате. Литература может быть понята в данном контексте максимально широко, включая в себя не только конвенциональные тексты, такие как литературный текст, кинотраматургический текст и так далее, но и пространные монологи, даже написанные или предъявленные в фильме тексты, чего достаточно много у Муратовой. Можно вспомнить снова Юрия Николаевича Тринянова, который, собственно, определяет литературные приемы, или, можно сказать, шире, литературу, как ферменты или возбудители для кинемографического зрелища. Ну, это, собственно, цитата взята из его полемической статьи, которая написана в пику, в момент горячей полемики, газетной полемики, публицистической полемики о прагматике киносценария. И это как бы метафорическая характеристика может быть продолжена и так, что фермент, как и фермент, литературный объект выполняет синхронизирующую функцию, но сам как бы растворяется в конечном кинопродукте. Ну, другая рамка, мне кажется, важная, что подобный разговор становится возможным в случае так называемой кондиционалистской литературности, основанной в большей степени на условиях существования и создания конкретного текста, нежели каких-либо культурных конвенций. Ну, как известно, о подобном типе литературности, конечно же, продолжая Якобсона, писал Жерар Женет, отказавшийся от вопроса, что такое литература, которое задавал Сартер, в пользу сформулированного Нельсоном Гудманом вопроса, когда появляются признаки литературности. В некотором смысле подобная утопия воплощается в бартовском понимании текста, не сводящегося к содержанию и работающего с ситуативным, отклоняющимся, смещающимся значением. Женет вспоминает, в частности, тексты Паскаля, письма Стендаля, которые, ну, можно вспомнить из русской литературы, примеры, там, Вяземский, например, который в 20 веке становится важным автором. И целую каноническую линейку авторов 20 века и 21 тоже. И можно сказать, что для нас важно обнаружить некое наименьшее общая кратная литературность. Ну вот, переходя к Муратову непосредственно, большая часть, а может быть и все, практически, фильмы Муратовой основаны на тех или иных литературных текстах. Среди произведений, к которым обращалась Муратова, можно найти шедевр кинотерматургии. Это, в частности, превращенный в киносценарий рассказ Леонида Жуховицкого, в котором снят короткие встречи. Сценарий Натальи Айзанцевой в несколько измененном виде легшей в основу долгих проводов. Сценарий Григоря Бакланова, тоже измененный, Сергея Четверткова, Эната Литвиновой. Весьма специфические адаптации отечественной, Короленко и Чехов, и зарубежный, Моэм, Диккенс, мелодии и шарманки, классики. Наконец, литературные работы Эната Литвиновой, Сергея Четверткова и Сергея Попова, входящие в постоянно пребываемые в работе сценарии. Можно вспомнить литвиновские монологи медсестры в увлечениях, которые в последний момент появляются в сценарии. Или прозаические и поэтические импровизации Сергея Попова, вошедшие в истанический синдром. В своей книге о Муратовой Михаил Емпольский указывает на уникальную способность режиссера сложно организовать повествование, сплетая его из разных слоев. В них одинаково смешиваются жесты и слова, различные социолекты и так далее. Муратова, как видим, использует достаточно разнородный материал, не превращая его выбор этого материала в элемент культурной идеологии, как, например, случается в случае Александра Сокурова или других подобных актов. Фактически понебрегая различиями между текстами соседей, в прямом смысле слова, потому что там тот же Четверков или Попов довольно связанный с Одессой, с Украиной, и классиков. Надо сказать, что и у классиков выбираются тексты не самые «очевидные», в кавычках, здесь я имею в виду чеховские мотивы, или они претерпевают различные аналитические изменения, при которых становятся похожи на разыгрываемые в фильмическом пространстве словесные партитуры. Здесь можно вспомнить перемену участия, по крайней мере, где рассказ Муэма, как говорят, если часто пишут литературы, не самый лучший рассказ, претерпевает какие-то очень сильные изменения. При этом, допустим, в чеховских мотивах текст напротив сыгран максимально точно, пока не имея в сцене в сцене венчания. Интересно, что, описывая режиссерский подход Муратовой, критики и исследователи часто обращаются к музыкальной терминологии. Ну вот, самый красноячивый, известный пример — это используемый Евгением Звонкиным понятие «диссонанс», которое описывается как, цитата, «смещение, производящее разрыв и переполнение, сенсорное, когнитивное, обусловленное несогласованностью или недостаточностью поменьше между двумя элементами различной природы, которые, однако, объединены синхронической или диохронической связью в сознании зрителя». Конец цитаты. Ну, собственно, если локализовать это определение в интересующие нас проблематики, связанные с литературой, то можно навскидку обозначить два типа подобного диссонанса. Это столкновение литературного или кинодраматургического первоисточника с некими дополнителями, вторичными, ну, совершенно вне какого-то иерархии, я так говорю, текстами, да, там, написанными или произносимыми. В результате чего фильмы представляют разветвленную гетерогенную структуру, пусть и исходящую из некого литературного первоисточника. Но при этом с первоисточниками тоже бывает не все так, как бы, очевидно. Вот, например, известная история, как бы, ситуация, о которой пишет Наталья Аязанцева в небольшом очерке вошедшем в книгу Зары Абдулаевой, о Муратовой, что изначально сценарий получался другой, в принципе, другой, потому что у меня все-таки главной фигурой был мальчик, и он страдал от этой мамы. И получалось так, что, в общем, история была про него, и он меняется, понимая, что на свободе становится великодушнее. То есть, как бы, в некотором смысле, это еще некая реплика в разговор из прошлой недели, когда панель, посвященный гендер, в некотором смысле Муратова как бы переключает в некотором смысле значения, и у нее собственно смыслы в некотором смысле изменяются. То есть, главным героем становится именно женщина, которая играет Зинаида Шарко. Собственно, нередко эти вторичные, как я их назвал, тексты не только как бы просто разбавляют, как часто бывает в кинематографе, но и существенно смещают смысловую доминанту фильма. Я назову виды этих вторичных материалов. Это может быть какая-то официальная речь, звучащая, телефонный разговор, песня, письма, произведение персонажей, почти оперной монологии. Например, это довольно часто появляется. Например, навскидку можно вспомнить знаменитые разговоры людей в сумасшедшем доме в фильме «Астанический синдром». Какие-то вставные новеллы, вот некая вообще гидрогенная структура, напоминающая о новеллах, какие-то справки в одноименной фильме. И собственно именно эти вторичные произведения позволяют расставить определенным образом акценты на протяжении практически всего творчества Муратова. здесь можно вспомнить и о фильме «Средизиры камней», и конечно о фильме «Чеховские мотивы», и о произведениях «Чехова», и о рассказе Саммерсета Моэма «Записка». Во многом последний случай показателен, так как именно с фильма «Перемена участи» начинается некоторая радикализация эстетики, эстетического подхода Муратова. Во-вторых, это столкновение разнородного литературного материала и того, что можно назвать эксцентрикой, эксцентрическим жестом персонажа, аттракционом широком смысле слова и так далее, начиная в почти разыгрываемых почти конструктивистских декорациях на любовном треугольнике «Впознавая белый свет», до театральных итераций вечного возвращения, в основе которого лежит юмористический скетч категории «Б», который соприкасается с философской проблематикой. Олег Арансон откровенно говорит о приоритете аттракциона над художественным приемом в творчестве Киры Муратовой. Причем за счет своей символической ненагруженности или еще ненагруженности он и оказывается в средоточии невербализируемого того самого социального опыта, о котором мы говорили чуть раньше, который, если угодно, вступает в схватку с литературным первоисточником за право выражения. Рассматривая фильм «Муратова и чировские мотивы», Арансон пишет о приоритете в них единичного частного жеста, который не поддается конвенциональной интерпретации, в то же время содержит возможность коммуникации. Чировские мотивы в фильме «Муратова» и не только, это, по мнению Арансона, фиксация именно на промежуточных фразах, случайных, незначимых жестах коммуникации, по которым можно восстановить руинированный социальный контекст. Любопытно продолжение этого, что в 70-е подобный режим приема применяет, например, Евгений Харитонов, прозаик, режиссер, исследователь Пантомимы, который, так же, как и Муратова, прошедший путь от, в кавычках, лирических текстов, то есть, в его случае от стихотворений, до достаточно радикальных прозаических текстов и постмодернистских театральных мистерей. Ну и можно, вспоминая, по большому счету, несмотря на то, что этот метод диссонирующий вот это восполнение литературы и литературы и литературы и аттракциона актуален и радикализировался на протяжении буквально всего творчества Муратовой, но, на мой взгляд, как бы впервые он появляется в первом ее самостоятельном фильме, когда в первых трех минутах коротких встреч Валентина Ивановна сначала говорит на повышенных тонах со своим руководителем по телефону, а затем отмеряет темпоральное время, подкручивая часы, и начинает репетировать внутри себя в форме внутреннего монолога, абсолютно литературной формы, довольно легитимной уже на тот момент, некое то, что должно быть ни с чем внешне, то есть речью. И, собственно, это как какой-то пролог к будущему фильму, который оказывается в некотором смысле за пределами основной коллизии, потому что героиня Руслановой вот-вот должна прийти, но она еще не пришла. В завершении у меня еще остается время какое-то, или я уже вышел? Да, уже вы на лимите, по-моему. Я скажу закругляйтесь. В двух словах. Как можно все-таки попробовать локализовать литературность через какой-то объект? Мне представляется, что таким объектом является письмо, записка, которое присутствует практически в каждом фильме Мурата. Я упомяну только два примера кратко. И письмо здесь позволяет нам говорить с одной стороны в двух смыслах письмо. Это как материальный предмет, вписанный в интегу фильма, например, в настройщики или особенно в перемене участи. Или наоборот вовлеченный в какую-то ретардирующий жест. И письмо в достаточно широком смысле. То, что ассоциировано с литературой вообще, то, что является наименьшим общим кратным литературой. И тут я приведу два примера очень краткие. Первый это долгие проводы, где собственно говоря в кульминационный момент, когда героиня читает письмо своего мужа, обращенное к сыну. И затем играет музыка Кровачука, на которой накладывается шум студентов. И казалось бы, вот тоже это некая пандан советскому кинематографу, где должна быть некое растворение ее индивидуальной боли в неком коллективном аффекте. У нее это не получается. Вместо этого возникает ретардирующая жизнь. к ней подходит пожилой человек и просит написать телеграмму. В некотором смысле ее невротическая петля продолжается потом. Она заканчивается в конце фильма. То есть важнейшую какую-то пункцию здесь выполняет именно написание этой телеграммы, потому что она сама написать письмо мужу не может. Буквы буквально разваливаются у нее, слова разваливаются в телеграмме. И второй пример это перемена участи, где записка с фикциональным содержанием, где собственно самое главное это обман, который должен выгородить героиню от уголовного преследования, то есть это в некотором смысле литература, фикция, оказывается элементом связывающей совершенно разных персонажей в эту литературную или как бы как пишет Михаил Емпольский коллизию закона, которые тоже являются в некотором смысле частью литературного вымысла, вымысла вообще в широком смысле. И собственно именно письмо, записка, телеграмма часто оказывается дверью, вот этим маркером, позволяющим войти в фикциональную реальность, которая, конечно, пространство лжи и фантомов часто бывает у Муратовой. Вот эти два взгляда на письмо во многом не противоречат друг другу. В таком случае иногда можно говорить, что собственно она преодолевает оппозицию между реальностью и изображением, жизнью и смертью, кино и литературой. Все, спасибо. Спасибо большое, Денис. Извините, что я вас поторопила к завершению. Спасибо за ваш замечательный доклад. И я перехожу к следующему нашему докладчику Ивану Соколову. Иван Соколов пишет диссертацию на кафедре словистики в Университете Калифорнии в Берклии. Тема докторской диссертации «Петербургское жизни письмо в 90-е годы». У него также есть публикации в новом литературном обозрении современной русской и англоязычной поэзии. Статьи доклады о вечном возвращении у Елизаветы Мнаца Кановой, ошибки у Аркадия Драгомощенко, Бидермейере у Константина Вагинова и другие статьи. Сегодня Иван будет нам рассказывать о вечном расторжении того же самого. Мы очень заинтересованы. Я передаю вам слово Ивана. Спасибо. Большое спасибо за приглашение, за такую потрясающую компанию. Я буквально извинюсь в одном предложении за как-то несколько неловкое чувство себя выступая по-русски на международной конференции. Дело в том, что как-то изначально планировалось скорее поэтическое эссе на эту тему, но каким-то странным такой странной энергии заблуждения получилась почему-то научная статья. Может быть, даже и стоило бы как-то выступить на английском. Я просто хотел сказать, что если будут вопросы, если удобнее в дискуссии перейти на английский или немецкий и французский, то я только за, чтобы публика не чувствовал себя стесненный. Хорошо, тогда я начну. И звук нормальный, слышно, без помех, потому что если будут сильно шуметь машины, то вы мне скажите, я прервусь, не буду пытать всех. Да, пока слышно хорошо, спасибо. Вскоре после премьеры «Вечного возвращения» в 2012 году Кира Муратова начинает говорить о том, что больше кино не будет. Режиссер проживет еще шесть лет и успеет раздать немало интервью с фирменной печатью резиняции и нескрываемой грезы. Картина, однако, моментально получает статус фильмозавещание, последней работы мастера, подводящий итог не только собственному творчеству, но и всей истории кинематографа, уловленной в отдельный объектив. Эффект этой черты – ледяной взрыв, перетасовавший открытую череду муратовских киноработ, в корпус со строгим началом и концом, завершенное, неоконченное. Именно в этот момент кристаллизуется наше понимание характера художественной индивидуальности муратовой. Стиль, в конце концов, всегда отвлекается от некого конечного корпуса. Эта устаканивающая все буря – действительный парадокс. Фильм «Финал» всего земного муратовствования выстроен как представляющаяся бесконечной серия вариаций одной и той же сцены ненужного объяснения в бесцельном избытке любви. Своей структурой и уж тем более своим названием «Вечное возвращение» явно отсылает к неукротимым ритмам Ницше, к пульсу перебарывающего самую смерть бесконечного восторга, или же в противоположном понимании этой доктрины к отрицающей всякую трансценденцию замкнутой цепи повторения того же самого. Как сказал в замкнуто размыкающемся восьмистейший русский поэт Ницшанец «Все будет так, исхода нет». В своей сегодняшней речи я бы хотел взглянуть на проблему последнего слова Муратовой с трех углов, увенчивающейся званием последнего «позднее», наперекор всему свое твердящий повтор и разрыв различия. Меня интересует вопрос эстетики. Что это означает «завершиться вечным возвращением», исходом безысходности? Для начала попробуем понять, что в наших координатах вообще значит «завершиться». Произведение «завещание», особенно сегодня, когда «завещавший» уже не стало, неизбежно меняется в наших глазах. Мы вынуждены искать в нем предвестие смерти художника. Меня мало занимает позиция критиков и оценочные суждения, но даже среди поклонников «безумной» Муратовой 90-х или поклонников драматичного гения в «Настройщике» нет-нет, да и проскальзывала уже тогда, в 2012 году и даже раньше, некоторая аура разочарования последовавшими работами метра. Как бы прекрасно ни были отдельные моменты шарманки или двух в одном. В речи вокруг Муратовой то и дело норовили выскочить фигуры усталости, жанра, метода, стиля. Последний фильм только гальванизировал отображение. Внезапный поворот к чистой репетитивной форме представлялся либо спасительным, воскресительным наконец-то, либо наоборот, только укреплял зрителя в ощущении рыхлости, пустоты. Оба этих топоса и внезапное просветление, оживление потерявшего было силы и окончательное падение в бессвязность представляют собой глубоко укорененные в языке способы думать и говорить о старом, деградирующем, предсмертном, будь то в человеческой биографии, будь то в ее иносказательной спроецированности на движение культуры. Речь не только об общих вопросах витальности и увядания таланта. Не в силах отрынуть историческое предубеждение, ретроспективно мы вычитываем из предсмертного документ-умирания. Да, Муратова всегда была заворажена морбидностью, как в трех историях, но случайность ли, что над главным мужским персонажем вечного возвращения непрерывно нависать тень самоубийства его двойника, а сами повторяющиеся сцены, как мы узнаем из метафикциональной рамки, суть ничто иное, как промежуточный монтаж кинопроб к некому фильму, последнему, что успел перед смертью собрать его режиссер. Диегезис картины никак не маркируют наратора камеру, но на этом интер-диегетическом уровне, где мы узнаем, что являемся свидетелями отсмотра вот-вот станущих окончательными дублей, в этом кинотеатре на экране для нас крутят фильм с того света. Протагонист мужчина всякий раз начинает свою сцену словами «ты понимаешь, не зная, как начать», но их в этом произведении могла бы повторить каждая повествовательная инстанция от героя до автора. Итак, усталость, недостаточная либо чрезмерная чистота формы и угроза либо ретроспективное свидетельствование конца в содержании и навязчиво сквозь все проступающий биодокумент умирания Муратовой автора, неназванного режиссера Деппельгангера-протагониста. Этот кластер вопросов исхода сходится для меня в проблеме позднего стиля шпит-стиль, хрестоматильной формулировкой которого остаются посвященные последним произведениям Петховена три с половиной страницы Теодора Визингрунда Адорона. Из двух вариантов позднего просветляющегося и затемняющегося философа в этом эссе 937 года до и позже интересует последний, темный, заключительный, последний и через то запоздалые произведения художника, говорит Адорона, подлинные катастрофы. Или, по словам развившего впоследствии теорию позднего стиля Эдварда Саида, в них совершается добровольный уход в изгнание. Случай Муратовой скорее промежуточный. Отказ от всякой прагматики, изощренная метафикциональность и рыхлость целого в ее последней картине сочетаются с обнажением формального принципа и вполне классической драматургии в диалогах, поданных без эрозии актерской игры. Иными словами, ее завещание это завещание одновременно и просветленного и затемненного таланта. Но в остальном существующая восстановка вопроса о позднем стиле Переживание позднего стиля Саид определяет как негармоничное, небезмятежное напряжение, а главное некую преднамеренно непродуктивную продуктивность движения наперекор всему. Особое звучание здесь приобретает адронианская концепция негативной автономной искусства, очевидно перекликающейся и с неугасающей муратовской верой в эмансипацию через форму, и с жестоко осмеивающим коммерческую, энтертейментовую составляющую кино финалом вечного возвращения. По мысли Адорна психологической буквализации и тематизации бессвязанности и замкнутости позднего творчества, являющего якобы симптомы притупляющегося восприятия аффекта как Бетховенова глухота, деградирующего интеллекта и памяти и угасающей творческой искры, критиками искажаются факты эстетики и их культурные функции. Невыразительное в позднем творчестве его немота и рыхлость, эпизодичность, видимое пренебрежение цельностью не документируют телесный уход автора человека, а достигают критически негативно свободы художественного и его соотнесенности с современностью. Смерть никогда не входит в искусство, кроме как в преломленном аллегорическом виде. В поздних произведениях она часто обличена в маску иронии. В Вечном Возвращении любая попытка взять патетическую ноту в разговоре о покойном режиссере тут же гиперболизирует все до смешного. Также и ужас от сообщения о возможном самоубийстве главного героя во внутреннем сюжете всякий раз немедленно снимается иронической репликой выжившего. Это не я, я еще жив, я, собственно, и не стал бы вешаться. Форма позднего сочинения разъята не потому, что страдающая личность реального автора проломилась сквозь нее и вышла наружу в нас самих, пройдя меж осколков, а потому, что субъективность преломилась в форме, потому, что неразъятой такая форма быть не может в силу объективных исторических причин, и уже только после разлома, исчезая вовне, субъективное начало проходит через обломки, насыщая их собой. Мощь и власть субъективности в поздних сочинениях это стремительный жест, я цитирую сейчас Адорна в переводе Михайлова. Мощь и власть субъективности в поздних сочинениях это стремительный жест, с которым она выходит вон. Она их рушит изнутри, но не за тем, чтобы выразиться в них, а за тем, чтобы без всякого выражения сбросить с себя видимость искусства. От художественной формы остаются развалены. Словно на особом языке знаков, субъективность заявляет о себе только разломами и трещинами, через которые она выходит вон. Руки мастера, когда их касается смерть, уже не могут удержать груду материала, которым прежде придавали форму. Разъяд из позднего, если что и выражает, то радикальную автономию искусства. Отсюда у столкнувшегося с поздним, как выражается Саид, все крепнет и крепнет это ощущение обособленности, изгнанности и анахронистичности. Ценой отказа от внятности, то есть от буквалистской репрезентации и шире от коммуникативной, даже перформативной функции художественного произведения, в вечном возвращении Муратова преображает свое известное презрение к меркантильности, а значит и изолгавшисти кинопроизводства в условии игры, ставки которой значительно выше. Новый перцептивный опыт, перезапускающий наш аффективный аппарат, новое интеллектуальное переживание, раздвигающее для нас границы мыслимого, и новая художественная форма, переопределяющая возможности искусства в отношении к истине. Заключительность и запоздалость позднего, как поясняет Саид, означает и опоздание к столу, отказ художника от материальных благ и общественного признания, которое следует за отказом быть понятным. Очевидно, представление старому больному режиссере, снимающим что-то, что бы довело до понятного конца его карьеру, в таких координатах не удерживает никакой критики. Тени схода, крылья смерти, протирающиеся над вечным возвращением, важны, но именно как один из движущих механизмов его работы, они готовы ответ на все вопросы. Последняя картина Муратовой тревожит нас не только бессвязностью формы, но и как бы ее затрудненным динамизмом. Перед традиционными обвинениями в эклектизме ее поздняя эстетика становится только более уязвима. Эклектика в последних фильмах Муратовой уже действительно в меньшей степени порождающая сила, как это было, скажем, в увлечениях, чем череда затягивающих авторов свою воронку частности. Легко было бы сказать про минимализм этого фильма, что это не более чем ряд актерских упражнений на тему, вернее даже на скопище, ни до чего не доведенных, не разработанных, все это в музыкальном смысле тем. В сочетании с многоуровневой метафикциональной конструкцией эта рябь частности принадлежит все тому же измерению позднего стиля, его отколотости и самоизгнанности. Сравните потрясающие слова в репликах Литвиновой «отлететь», «отъехать». Однако эта кажущаяся непроработанность целого, перевес стилевых деталей над зыблющейся рамкой, связана с другой проблемой позднего стиля, его неожиданным поворотом к конвенциональности, который, казалось бы, должен входить в противоречие с описанным вышеотказом от требований индустрии. Эта противоречия не столько мнимая, сколько плодотворная. А в Эберне Аддорно в другом месте пишет, что его главное достижение заключалось в соположении новой абстрактной 12-тоновой техники с ее антитезой, взрывной мощью музыкально-индивидуального. Сопоставим это с парадоксальной индивидуальностью стиля Муратовой, проявляющейся в вечном возвращении именно в голой, схематической форме рефрена, в бесконечном клишировании мелодраматической сцены, которая изначально сама по себе чудовищный штамм. Предыдущие муратовские фабулы были все-таки богаче, и ветвились, и колесовались как на уровне всей структуры, так и в каждой отдельной сцене. Вечное возвращение, однако, отказывается маскировать условность ни перебоя одних сцен другими, ни типичная для нее бессвязность, ни впопадность диалогов, ни сложное развитие монтажного ритма, ни даже общее эмоциональное движение фильма, имеющего свой более абстрактный сюжет, где действительно есть нарративное преобразование от одной сцены к другой. Ничто из этого не отменяет абсурдность и примитивность, что базового фабольного зерна фильма, ее былой однокурсник, любит и жену, и любовницу, а она не знает, что ему посоветовать, что метафикционального поворота. В конце концов, фильм о кинопробах имеет свою богатую традицию. Конвенция здесь только заострена, отсюда мотив переигрывания. Похожее напряжение Адорн обнаруживает и в позднем Бетховене с его обилием декоративных цепочек трелей, каденцией фиоритур, где эти условные розчерки выступают во всей своей ноготе. Психологической, либо же функциональной мотивировки эти рассыпанные осколки стандартных формул лишены. Невозможно, убежден Адорн, объяснить их и равнодушием автора к внешнему явлению вещи, ведь смысл искусства заключен только в его внешнем явлении. Напротив, условности делаются выразительными сами по себе. Без репрезентации внешнего или высшего, они означивают сам акт своего употребления. Цитата. «Предоставленная самой себе, исторгнутая динамикой наружу, формула как бы говорит от своего лица, сама за себя», пишет Адорн. Принципиально для позднего творчества именно дезинтегрирующие взаимодействия к клише и стиле, непереосмысленные, неприсвоенные конвенции, вставленные в непрозрачную, неприсваиваемую рамку. Итак, последнее слово художника надо понимать не столько как завещание, сколько как слово «конца», пророняемое перед истечением всякой речи вообще. Вопрос о завершении корпуса Муратовой, о ее исходе, оказался вопросом о предельной невозможности и неинтегрируемости художественного произведения как такового. Как в таком случае, применительно к этому фильму, где мужчина обвиняет себя в том, что, цитата, «заедает век» любимой женщине, понимать Ницше Блока, исхода нет? Не так ли, как Адорно заканчивает эссе о поздних сочинениях Бетховена, цитата, «он, Бетховен, властью диссоциации разрывает их поздние сочинения во времени, чтобы так, быть может, навеки вечно и сохранить его?» Распространенное толкование этой картины Муратовой – фатализм Милатрам. Мы все осуждены на бесконечное повторение своих ошибок. Доктрина вечного возвращения того же самого у Ницше Абивалента. Ее первая итерация в «Веселой науке» озаглавлена «Великая тяжесть». Я цитирую в переводе с Васьяном. «Что, если бы днем или ночью подкрался к тебе в твое уединеннейшее одиночество некий демон и сказал бы тебе, «Эту жизнь, как ты ее теперь живешь и жил, должен будешь ты прожить еще раз и еще бесчисленное количество раз, и ничего в ней не будет нового, но каждая боль и каждое удовольствие, каждая мысль и каждый вздох и все несказанно малое и великое в твоей жизни должно будет наново вернуться к тебе и все в том же порядке и все в той же последовательности, также и этот паук и этот лунный свет между деревьями, также и это вот мгновение и я сам. Вечные песочные часы бытия переворачиваются все снова и снова и ты вместе с ними песчинка из песка». Конец цитаты. Таков же и первичный смысл Блоковского «Восьмистишия». «Умрешь, начнешь опять сначала и повторится все, как встать». Таков во многом и мир фильма в фильме у Муратовой с его умножающимися ролями, лицами, зеркалами, всякими людочками, люсечками, милочками, людмилочками, разными-разными-разными. И даже во внешней нарративной рамке после смерти режиссера оставшиеся в живых члены съемочной команды пытаются продолжить его работу и завершить фильм. Отсюда жестокие эпифании загнанных в угол героев. «Сокурсники неинтересны», говорит он ей в сцене номер 10, я цитирую по собственной нумерации. «Принужденность какая-то», говорит он. «Прошлое прошло». «Раз прошлое прошло, так и очнись», пытается она помочь ему, отзываясь к каким-то ранним, аполлоническим ницше. «Жизнь есть сон». Или в сцене номер 6. «Он силится ужаснуться альтернативе». «Жизнь не коротка, не коротка, но она ужасна и конечна», только чтобы повторить то же самое еще несколько раз в последующих эпизодах. Великий временной цикл повторяющегося тождества – кошмар истории. Но повторение не обязательно работает только во времени. В трактовке «Жили Делеза» один из фрагментов Ницше допускает и пространственную мультипликацию того же самого. Я цитирую несколько смонтированный фрагмент из Ницше. «Было бы необходимо, чтобы все могло раствориться в бесконечности совершенно идентичных колец и сфер существования, и мы наблюдали бы бесчисленные, совершенно идентичные миры, сосуществующие друг рядом с другом». Во многом именно такое ощущение параллельных одинаковых миров рождается из клаустрофобного клагирования квартир и лестничных клеток в фильме Муратовой, как если бы весь этот курортный городок состоял из таких же пространств с заезженными драмами их типовых хозяек и гостей. Однако уже в «Веселой науке» Ницше, в том первом фрагменте, который я процитировал, эта ужасная картина переворачивается. Фрагмент заканчивается следующим словом. «Или тебе довелось однажды пережить чудовищное мгновение, когда ты ответил бы ему, демон, «Ты — Бог, и никогда не слышал я ничего более божественного». Впоследствии эту нечеловечески аффирмативную часть ницджанской доктрины разовьет как раздалез, обещавший нам, что вечное возвращение избирательно и освободительно. Это не кольцо, не цикл, а колесо, которое самим своим центробежным движением изгоняет из себя все, что согласно на отрицание, оставляя одно прекрасное «да». «Нечистую совесть, десантимент, все это мы узырем лишь однажды», заверяет он. В картине Муратовой такая нить куда более хрупка и часто скрыта разрывами нарратива, дана как бы в противоречи, но от того только крепче связует его биение. Это игра. Прекрасное движение чистого искусства, неподвластного завершению жизни. В различии повторений Делюс эксплицитно доверяет такую роль музыкальной репетиции или стихам, чьи слова неизменны и незаменимы настолько, что их можно только твердить по памяти, затвердив наизусть. У Муратовой эта идея приобретает метафизическое звучание. Команда продолжает работать над фильмом «Умершего», цитатами возвращаются рефрены из давно ушедших композиторов Верди и певцов Лещенко, музыка играючи сметает неловкие жесты людей, как когда в 21-й сцене героини Литвиновой пытаются неумело играть по нотам, и тут же приход мужского персонажа освобождает ее и нас от этой пытки и позволяет музыке свободно молчать. Апофеоз этой линии и молчаливый экстаз героини в сцене 24, подровно играющую, ни разу не заедающую пластинку. Проницательный инвестор Резонер подытожит потом. Это такая игра. Так сложно выбрать. Так занятно играть. Однако помимо метафизического измерения повтора, либо замыкающего пространство фильма на бессильных вариациях безысходности, либо размыкающего сам исход позднего стиля Муратовой, меня интересует и феноменологическая составляющая повторения, в которой обнажаются отношения между тождеством и различием. В дурной бесконечности возвращения того же самого угрозой выступают упраздняющие различия, а с ними и возможность опыта как такового власть тождества. Делес замечает, что движения психики стираются перед лицом повторения, на которые обречены привычка и память. Во второй части сцены 16 героиня Литвиновой цинично урезонивает несчастного влюбленного. У тебя же ну какой там выбор? Перечисляет его четыре опции. Жена, любовница, совмещать, бросить. Напевает ему песенку Лещенко и забыв слова и как бы не слыша иронии собственной реплики спрашивает, а какое там продолжение? Иными словами, серия жизни состоит из малого числа элементов, каждый из которых допускает лишь незначительный спектр вариаций от скучно до интересно. Раз за разом на протяжении фильма разные, а подчас и одни и те же актеры по новой переигрывают один и тот же текст с бесконечными перекличками и цитатами друг друга и других людей в несколько отличающихся декорациях, хотя некоторые используются повторно с небольшими изменениями в оформлении. Некоторая константа, меняющая, правда, свое место в интерьере, а однажды и заглавие, прозрачно намекающая то на мертвого режиссера, то на грядущего кинозрителя, картина, живописное полотно, приведение в кресле. Это типичная, жуткая Фрейда. Идентичность роли в этом фильме у Муратовой условна, поскольку, поскольку слегка варьируются сами реплики, вне зависимости от того, развиваются ли они изначально в сценарии или же привносятся в текст импровизирующими на репетициях актерами, учитывая известную свободу Литвиновой в отношении ее партии у Муратовой, подозревая, меняются, хотя довольно условно, имена Олег Юра или Олег Игорь, следы предлагаемых обстоятельств, меняется монтажный рисунок и инвазивность внешней повествовательной рамки. Остается, тоже более чем условно, абстрактное распределение ролей функций. Актер играет полного, ненапускной, или, впрочем, взволнованности мужчину, ищущего любовного совета у якобы бывшей однокурсницы. Актриса играет его наигранно безразличную собеседницу. Повторяются почти неизменно на правила игры, меняется почти неуклонно ее проведение. Повторяются реплики, трансформируются репризы. Это затверживание одного и того же предполагает в итоге как бы тотальное затвердевание речи и мира и, безусловно, смыкается с немотой позднего стиля. Оттого так чудовищно звучит в финале бестактное предложение инвестора. Но я бы попробовал первую женщину с третьим мужчиной, второго мужчину с третьей или первой женщиной, или и то, и другой. В этот момент не только тусклая жизнь персонажа, но и волшебный игровой мир искусства грозит превратиться в механически рекомбинируемую серию, безразличную к своему фонту. Я думаю, однако, что картина Муратовой куда сложнее и противоречивее этого ужаса тождества, в котором тонут ее персонажи. В мощном заряде каждой ее вариации теплится авангардная энергия сдвигологии или того, что Шкловский называл несходством сходного, когда одна измененная черта сходного, своей несходностью разным образом даваемой, может изменить всю систему. Вот почему в отношении сдвигов в акцентах, поворотах, взглядах я бы говорил скорее о вечном расторжении того же самого. Сходную вещь в свое время заметил и Михаил Ямпольский относительно чеховских мотивов, хотя это применимо и ко всему Муратовскому корпусу и особенно к последнему фильму, где творческий Долес и Гватари сказали бы «де территориализирующий импульс вариации только обостряется» цитата из Ямпольского «Всюду, где устанавливаются сходства, оно входит в текст в форме радикального отличия, разрыва». Во вселенский «Гротеск» вариации переходят в сценах с Табаковым и Демидовой, когда в каждой следующей итерации они предстоят в новом облике преувеличенно-контрастном по отношению к предыдущему. Но диссоциирующая сила вариации работает везде. Снова зеркало, но не на том месте. Снова женщина играет Ута Кильтер, но партнер ее уже сменился и сменились и интонации, с которыми она дает те же реплики, что и раньше. Расторгающие вариации движут фильм, превращать его в потенциально открытую, органически перестраивающуюся серию, освобождают от бессмыслицы тождества. Делес отдельно оговаривает это важнейшее положение о неэквивалентности. Повтор, даже в отражениях, эхо, двойниках, родственных душах, близнецах, подчеркивает сингулярность, незаменимость, то, что отличает одно от другого и даже от себя же самого повторенного в других условиях. Как писала Анри Мишанник, в музыке повторенная фраза никогда не остается той же, что и в любой из предыдущих мгновений, потому что те уже вошли в наш слух и, услышав их, сам слушатель уже изменится. Иными словами, чтобы осознать возвращение и паука, и лунного света между деревьями, и людочки как повтор, необходимо сначала заметить, что они не продолжают себя былых, что длительность прервалась, перерезалась где-то. Дистанция, различия делают повтор возможным, как разрыв дления, повтор как растождествление. Ким Польский говорит ровно об этом повторе разрыве, доведенном до экстремума, когда сравнивает повторы в чеховских мотивах с доридианской итерабельностью, бесконечной повторяемостью знаков вечно новых контекстах до такой степени, что сама идея первого раза истока серии расторгает свой смысл. Это крайне важно для уточнения природы маратовских вариаций в вечном возвращении. Нельзя рассматривать первые сцены с Буськой и Ленецким как базовый инвариант, который потом все дальнейшие итерации сдвигают до неузнаваемости. Нет, серия текуча изначально. Выход Буськой из роли в сцене один из заглушительнейших разрывов, хотя и он лишь уточняет роль. Так, а Дорана поясняет, что отказываясь казаться искусством, художественные произведения только повышают степень своей иллюзорности. В пределе такой монтаж различающихся копий действительно тяготеет к детонации картины. Инстинкт самосохранения позднему сочинению чужд и предсмертная немота внуждает его переходить в игру в голого бессловесного расторжения. Не будем, однако, забывать, что сама природа фильмического удерживает Муратова от тотальной немоты. Наш мозг сам погружен в диалектику повторения и различия, откликаясь и на сходные части кадров и на их микросдвиги, чтобы сшить разрозненное изображение вариаций в иллюзию связанного движения. Это подсказывает нам, что на идеальном уровне повтор-разрыв, если угрожает немотой, то сам ее же и прорывает свои изгнанности из всего, даже из молчания. Вечное возвращение Муратовой находится в предвосхищении тотального паралича, но играет поверх него. Здесь и находится смычка повтора с эстетикой позднего, так как и там, и там радикальный край художественного нащупывается в его высшей невозможности. Повтор-разрыв такого произведения, вдыхаемое в художника смертью. И напоследок. Последним ответом на вопрос, что значит завершиться вечным возвращением, может быть другой, более простой вопрос, чем заканчивается этот фильм. Я помню, что дальше там что-то очень изысканное, мечтает в финале «Романтик инвестор». Что же дальше? Каков исход, когда исхода нет? Изысканное, слово замечательное, ироничное. Инвестор знаком со сценарием, но не видел конец фильма усопшего автора, который, скорее всего, пока и не снят. Возможность ли это грядущего искусства, зияющая пустота от того, что снять невозможно, как с того света не тянись, идеальное завершение фильма «Корпуса и жизни» Киры Муратовой, момент, когда искусство переходит в жизни, с ней заканчивается, но время жизни, как говорила другая русская поэтесса Ницшанка Елизавета Музаканова, не имеет конца. Дальше заключает умирая Гамлет тишина, но этой тишиной, как мы помним, шекспировская пьеса не кончается. Спасибо. Иван, спасибо большое за ваш доклад. Такое сложное, нужно сначала сообразить, что и как. Спасибо большое, вы знаете, дискуссия после третьего доклада. Я перехожу к нашему третьему и последнему докладчику Татьяне Рахмановой. Татьяна Рахманова драматург, режиссер, исследователь кино и визуальных искусств. В своих проектах она совмещает научный анализ и методы искусства. В своих ее основное исследование на данный момент является кинематограф Кира Муратова. А также она занимается визуальным изучением визуального пространства блокадного Ленинграда. На документальном дневековом и фотоматериале были созданы уже два спектакля в Санкт-Петербурге в Александринском театре и на Витебском вокзале. Сегодня Татьяна Рахманова представит доклад или обсуждение с фильмом. Она сейчас скажет сама больше об этом. А заглавлено это как приключение к вопросу о методологии исследования кинематографа Киры Муратовой. Татьяна, даю вам слово. Спасибо большое, Ирина. Хочу сразу предупредить, что я немножко поговорю, а потом в общий чат отправлю ссылку на видео, которое прошу посмотреть. Всех вот как-то так. Спасибо. Начинаю. В одном из интервью Кира Муратова сказала «Мессианство это смехотворно и чуждо мне. Могу кого-нибудь обругать, язык показать, громко закричать в пустыне». Кинематограф Муратовой богатейшее поле для разнообразных критических теорий, философских, гендерных, психоаналитических, историко-культурных студий. Очевидно, что фундаментальные исследования художественного метода Муратовой необходимы. Ее фильмы должны быть описаны и изучены, поскольку являются важной частью культуры. Во многих исследованиях, посвященных кинематографу Муратовой и даже в докладах нашего симпозиума часто возникают определения «тайна, загадка». Нельзя не почувствовать постоянное ускользание материи Муратовского фильма. Он прикидывается чем-то другим, фокусничает, насмешничает, играет. Такова природа Муратовского кино – подрыв, методологическая западня. Этот динамически переогромленный, эксцентричный художественный мир сопротивляется статике теории. Он будто на наших глазах продолжает жить, меняться, становиться. В своих фильмах и интервью Муратова последовательно. Она зовет зрителя в игру «Игра искусства противостоящей смерти». Цитирую Муратову. «Игра – это иллюзия момента. Это, в общем, фокусы. Вы смотрите на мою правую руку, привлеченные щелканим пальцем, а я левой произвожу всякие манипуляции. Ну, как в игре. Вы поедете на бал? Да и нет. Не говорите. Черное и белое не берите. А что, если довериться этой игре? Можно предложить еще один способ исследования кинематографа Кира Муратова, включающий в себя не только аналитические методы, но и средства искусства. Научный метод может использовать инструменты художественного, а художественный основываться на достижениях научного. Предмет и метод исследования оказываются релевантны. Ключевым понятием становится игра. По сути, этот способ сотворчества имеет свои основания в трудах Ролана Барта, где речь идет об идеальном читателе произведении, принципе игры, удовольствие от текста. В нашем случае это кинематографический текст. Также такой метод отсылает к деконструктивистским сценариям чтения Жака Дорида, где приветствуется неразрешимость произведения, его вуаль, создающая простор для свободной игры означающих. Можно сказать, что такой аналитический игровой метод органически сходен с процессом инсценирования прозы. Это диалог, креативное чтение текста, результатом которого становится опыт творческого письма. Здесь я отсылаю, например, к замечательному исследованию Натальи Скороход «Как инсценировать прозу». Важнейшее условие. Игра не предполагает хаос. Играть может только тот, кто совершил немалые аналитические усилия, кто хорошо знает правила текста. Идеальный читатель, в нашем случае зритель, исследовав кинематограф Муратовой, забывает исходный текст, но пишет языком этого текста свой текст, пребывая в игровом диалоге, участвуя в процессе смысла порождения. В таком бартезианской деконструктивистском модусе исследования игра становится аналитикой, а аналитика – игрой. Игровой механизм обнаруживает множество равноправных ценностно-смысловых инстанций, ставит под сомнение любые клише, ускользает от давления идеологии, философии и литературы. Подобный метод отказывается считать свою интерпретацию единственно возможной, утверждая загадочность, неисчерпаемость предмета исследования, не ищет истоков и опоры, а постулирует игру. Одним из примеров такого чтения игры может служить короткометражный фильм «Катарсис», который я чуть позже предложу вашему вниманию. Исследователь выступает в роли режиссера, сценариста и актрисы. Завязка «Катарсиса» в одном из интервью Муратовой. Цитирую. «Одна зрительница говорит, «Ой, Кира Георгиевна, я так плакала, когда смотрела долгие проводы, особенно в конце». Муратова, «Я всегда говорила, кто досидит до конца, тот обязательно заплачет». Принцип откатывания камка к горлу «Это есть принцип умиления, сочувствия», говорит Муратова. «Он стал казаться мне неправильным и несозвучным конструкцией всего мира, вселенной. Не хочется больше так снимать, это неинтересно». Конфликт кино сострадательного и кинофилософического в кавычках «повод начать игру исследования». Используя любимые муратовские мотивы убийства, двойную нарративную рамку в фильме, маниакальность, плохой вкус, плохая актерская игра, тавтология, театрализованность, ирония, автор катарсиса ведет диалог с муратовским кинематографом, поддается его игре. Аналитический игровой метод дарит исследователю муратовскую свободу. Можно снять очки, язык показать, громко закричать в пустыне. Нас могут ждать все статьи о никогда не существующих фильмах, статьи либретта, статьи тавтологии, музыкальные произведения, междисциплинарные полифонические студии и другие неожиданные открытия. Исследование становится муратовской игрой искусством, захватывающим головокружительным приключением. Большое спасибо. Теперь я в общий чат присылаю ссылку. Надеюсь, что все сработает. Татьяна, сколько минут длится фильм? Фильм длится 9,5 минут. Тогда мы возвращаемся к дискуссии через 10 минут. Да, спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok